Здравствуйте, меня зовут Айя и вы смотрите еженедельный видеодайджест проекта Skyway. Для этого выпуска мы выбрали домашний формат, чтобы поддержать карантин по всему миру. В будущем мы обязательно вернемся к съемкам в студии, ну а пока устраивайтесь поудобнее и давайте проведем это время в домашней атмосфере. Смотрите сегодня в выпуске. На производстве Skyway установили второй станок японской компании Akuma. Михаил Кириченко поговорил с Хусейном Аль-Махмуди о проекте Skyway в Шарджи. Анатолий Юницкий ответил на вопросы про коронавирус и стройку в Шарджи. Остановимся на этих событиях более подробно. На производстве Skyway установили высокоточный обрабатывающий центр японской компании Akuma. Станок поможет создавать сложные детали на основе 3D-моделей. Мастер механического цеха Вадим Корбовец поделился мнением о новом станке. По словам Вадима, это второй обрабатывающий центр компании Akuma на производстве Skyway. Напомним, первый станок запустили в работу в ноябре 2019 года. В будущем проект планирует получить еще два обрабатывающих центра для развития механического участка на производстве. Новые станки помогут подготовить производственную базу струнного транспорта для своевременного выполнения будущих адресных проектов. Михаил Кириченко поговорил с директором научно-исследовательского и технологического парка Шарджи Хусейном Аль-Махмуди. В интервью Хусейн Аль-Махмуди рассказал, как продвигается строительство струнного транспорта в Шарджи и почему Skyway является одним из главных проектов научно-исследовательского парка. Напомним, именно в научно-исследовательском технологическом парке Шарджи строят центры испытаний Skyway с грузовыми и пассажирскими транспортными линиями. Полное интервью с Хусейном Аль-Махмуди смотрите по ссылке в описании под видео. Основатель Skyway Анатолий Юницкий ответил на вопросы Михаила Кириченко о коронавирусе и работах в Шарджи. Инженер сразу заявил, пандемия никак не отменяет проект Skyway. По словам конструкторов, все работы идут по графику. Другой важной темой разговора стала задержка начала строительства второй линии в Шарджи. Оказалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах действуют европейские нормы строительства с более жесткими правилами. Поэтому специалистам пришлось заново рассчитать ферменную конструкцию и заказать новые комплектующие. Сегодня установка оставшихся опор продолжается по графику. Также Анатолий Юницкий рассказал о планах строительства в Шарджи провисающей путевой структуры с пролетами длиной более 100 метров. По трассе смогут двигаться составы весом около 50 тонн. Полное интервью с основателем Skyway смотрите в описании под видео. Это были все новости за эту неделю. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Оставайтесь дома и проводите время с пользой и удовольствием. Кстати, прямо из дома вы можете сделать виртуальную прогулку по летнему Экотехнопарку в формате 360 и посмотреть новую презентацию Skyway по ссылкам в описании. Всего доброго и до встречи!